МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важные идеи будущих управленцев. Итоги реализованных проектов обсудили в молодежном правительстве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Непогода снова оставила следы на улицах и во дворах Ростова. Накануне вечером небо Донской столицы заволокло тучами. Начался сильный дождь, который длился всю ночь. Автомобили начали утопать в ливневых потоках, а в центре города появился нерукотворный фонтан. На одну из улиц в затопленную яму попал мужчина. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Над Ростовом, Батайском беспрерывно сверкали молнии. В некоторых районах прошел крупный град. В соцсетях от ростовчан начали появляться комментарии о негативных последствиях непогоды. Так, на проспекте Ленина пропали вода и электричество, а на Штахановского рухнуло дерево. У кого-то ливень продолжился даже в доме, где слив подключили к канализации. К утру природная истерика стихла. По словам синоптиков, до конца июня и в первых числах июля сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, местами сильный, не исключен град и шквалистое усиление ветра. Еще в ближайшие сутки температура воздуха относительно теплая. В ночные часы 13-18, а в северных районах понизится до 9. Дневная температура 24-29. Однако в дальнейшем на Донской край двинется холодный фронт и температура на всей территории области понизится. А за несколько часов до ливня музей ростовского зоопарка пострадал уже от огненной стихии. Под угрозой оказались более 400 подопечных зоосада. Виктор Леонтьев следил за ходом спасательной операции. Пожар в здании зоопарка начался примерно в половину седьмого вечера. На площади 300 квадратных метров произошло возгорание кровли. По предварительным данным спасателей, никто из животных не пострадал и все были эвакуированы. За жизнь более 400 видов животных, среди которых 30 краснокнижные, боролись почти 50 пожарных и 17 единиц техники. Ситуацию осложнял факт того, что огонь может распространиться на другие помещения и обрушить крышу. Тогда, признаются спасатели, без жертв среди подопечных зоопарка могло не обойтись. Поэтому фактически сразу пожару был присвоен второй ранг опасности. Тушили с разных сторон звеньями газонозащитной службы, то есть дыхательных аппаратов, как внутри эвакуирование имущества и животных совместно со спасателями, и тушение кровли, уже сверху разбирая ее и проливая. Как сообщают очевидцы, огонь вспыхнул мгновенно. Находившиеся в здании люди быстро покинули помещение, а затем начали выносить животных. Факт того, что никто из зверей не просто не погиб, даже не пострадало настоящее чудо, добавляют свидетели. Мне муж ехал вот здесь, вот так, вот, жена говорит, звонит мне, жена что-то говорит в зоопарк. Раз, посмотрели, да, огонь. Ну, как вы представляете, некое животное, это не человек, который протянет тебе руки, помоги. А здесь еще и сопротивляться будет. Полностью потушить огонь удалось через два часа. Причину пожара будет выяснять подведомственная лаборатория, подчеркнули спасатели. Все эвакуированные животные, рыбки, змеи и даже пауки находятся в безопасности. Добавлю, что ростовский зоопарк является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет почти 57 гектаров, а содержит на них около 5000 животных. Виктор Леонтьев, Роман Беркалиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. 44 делом возбуждено административной инспекцией Ростовской области за сжигание мусора и листвы. И это только за три месяца действия пожароопасного периода на Дону. Основная часть нарушений зафиксирована в Волгодонске, а также в Волгодонском, Зимовниковском, Красносулинском и Октябрьском районах. Начальник инспекции Николай Копичко отмечает, что основная причина возгораний – человеческий фактор. Напомним, что за сжигание, а также за невыполнение мер по предотвращению пала сухой растительности предусмотрены штрафы. Для граждан они могут достигать 4,5 тысяч рублей. Для должностных лиц – 45 тысяч. Юридические лица могут быть и штрафованы на сумму до 100 тысяч рублей. Поджог сухой травы на Дону представляет особую опасность в летний период. Поэтому запрещено сжечь растительность на дачных участках, полях, огородах и пустырях. О случаях сжигания листвы и отходов жители области могут сообщать по телефонам 101 и 112. 10 тысяч домовладений планируют газифицировать в этом году в Ростовской области. Об этом сообщил губернатору гендиректор газораспределительной компании. Владимир Ревенко отметил, что отдельно идет работа по догазификации учреждений здравоохранения и образования. Будет заключено 80 договоров. 11 планируется реализовать в этом году и есть финансирование по котельным. Мы это делаем до границы земельного участка. По остальным мы примерно просчитали объем необходимых финансирований для районов и вышли на 69 объектов с общей суммой финансирования. Они сами будут участвовать. 1 миллиард 135 миллионов. Вы действительно быстро реагируете на ситуацию, самое главное, быстро делаете. Это имеет такое принципиальное значение, и в том числе и то, о чем вы сказали. Я говорю, вы успеваете объект социального назначения, поэтому продолжаем. Спасибо. Ищем новое решение. Губернатор отметил системную и ритмичную работу компании и поблагодарил коллектив. А в селе Самбек Неклиновского района открылся новый детский сад на 120 мест. Построили его благодаря национальному проекту «Демография». Наш корреспондент Анастасия Изюменко побывала на открытии дошкольного учреждения. Скорее садись! Сегодня в дошколят настоящий праздник. В селе Самбек открыли новый детский сад «Мальвина». Много площадок, и я рада за новый садик. Я так долго сдала. Площадки вызывают бурю эмоций. Ведь еще вчера девчонки играли на пустом дворе старого детского сада. А в новом есть масса горок и качелей, удовольствие от которых получают не только дети, но и родители. Мы очень довольны новым садиком. Старый садик был уже в плачевном состоянии. И дети очень рады новому садику, и родители, и сотрудники садика. Мы в восторге! Здесь оборудованы уютные групповые комнаты, музыкальные и спортивные залы. Есть медицинский блок, а также кабинеты логопеда и психолога. Помещения оснащены необходимой мебелью и развивающими играми. Здесь у нас есть группы отдельные, у нас здесь буфетные есть, у нас есть шикарный пищеблок, шикарная прачечная у нас здесь есть, у нас есть спортивный зал. Мы о таком даже мечтать не могли. На открытие детского сада приехал первый замгубернатора. Игорь Гуськов вместе с детьми перерезал красную ленту и дал жизнь новому второму дому для малышей. Благодаря национальному проекту «Демография», благодаря партийному проекту «Единой России» мы в Ростовской области полностью решили проблему нехватки мест в детских садах. За последние полтора года в регионе построили 23 детских сада и на этом останавливаться не собираются. Ранее в Самбеке могли ходить в дошкольные учреждения только 48 малышей. Новый сад рассчитан на 120 ребят, включая деток от полутора до трех лет. Все реализуется. Реализуется строительством детских садов, строительством школ, расширением социальных благ для жителей как городов, так и сельских поселений, что очень важно. В первую очередь, несмотря на работу я еще и мама, то могу сказать, что это отличная возможность для наших детей получать образование в таких учреждениях. Занятия здесь начнутся уже завтра и теперь ранний подъем для малышей не будет столь сложным, ведь в такой садик им самим захочется ходить. Анастасия Изюминка, Роман Беркалеев, Дон-24, Неклиновский район. С комфортных условий в дошкольных учреждениях и начинается воспитание будущих ученых и изобретателей. Первый донской спутник успешно запустили в космос. Об этом написал губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. Глава региона сообщил, что ракета «Союз-2.1Б» со связным аппаратом «Арк-Кьюб-01» отправилась с космодрома Восточный. Объект ожидал готовности ракеты для попутного запуска с осени 2021 года. Для этого спутника учащиеся ростовских школ предложили идеи по полезной нагрузке. Через него донские школьники смогут организовать безопасный канал связи для приема и передачи защищенных сообщений. Как подчеркнул Василий Голубев, это наглядный пример привлечения талантливой молодежи к реализации космических программ в ходе десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны. Путь к созданию сложных устройств начинается с рисунков и бумажных моделей. Сальские школьники стали участниками профильной смены «Юный техник». Сейчас в сезон летних каникул 730 детей отдыхают в пришкольных лагерях города и района. Как проводят досуг будущие изобретатели, расскажет Галина Соколова. Отдыхающим от 7 до 12. Зарядка с утра по расписанию. Зажигают старшеклассники, вожатые дома пионеров. Они и своих кружковцев разбудят и поднимут настроение юным техникам. После в школьную столовую. На питание одного ребенка в день по решению областной межведомственной комиссии выделяется 270 рублей 32 копейки. За эти деньги поварам удается накормить завтраками и обедами три отряда – 60 детей. Меню каждый день разное. Допустим, сегодня мы возьмем оладьи из творога, кофейный напиток на молоке, йогурт и каша молочно-рисовая. Не все из 20 юных техников справляются с кашей, но большинство съедают. Те, кто чаще других опустошает тарелки, обязательно отметят. Тут все вкусно кормят, нам нравится тут. Подкрепившись, ребята отправляются на свежий воздух. Педагогам приходится голову поломать, чтобы разнообразить детский досуг. Мы ходили в библиотеку, в картинную галерею, скоро в кино пойдем. Нам очень интересно тут играть. Тут интересные ребята, все очень хорошо, самый лучший лагерь мне докажется. Дальше по программе занятия в кружках, по часу в день. Все это детям хорошо знакомо, плетут поделки из бумажной лозы, собирают вазы из макаронных изделий, играют в компьютерные игры, сражаются в шахматы, создают бумажные модели самолетов. Дети получают грамоты, дипломы, смайлики. И вот у них есть конверт, который они все это складывают. И в конце они посчитают, у кого же больше смайликов, дипломов, грамот. И по результатам самые активные получат какие-то призы. Произойдет это в конце потока. Сейчас середина. Запланированы походы в кино, экскурсии к спасателям и в пожарную часть. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для ДОН-24 из Сальска. Пляж на зеленом острове Южной столицы открыт для купания. Об этом сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова на своей странице в соцсетях. Место отдыха оборудовано в соответствии с нормами законодательства. Получено положительное заключение проб воды от Роспотребнадзора. Содержать пляж будет новый подрядчик, с которым администрация пролетарского района заключила контракт. Вы смотрите новости на ДОН-24 и вот о чем еще расскажем далее. Дополнительные средства на ремонт соцучреждений и помощь переселенцам. Расходная часть областного бюджета будет увеличена. Важные идеи будущих управленцев в итоге реализованных проектов обсудили в молодежном правительстве. Лучшие работы окажутся в Третьяковке. Выставка «Юг России» открылась в Донской столице. Первый пассажирский лайнер прибудет в Таганрог 2 июля. Это будет теплоход «Константин Федин». Об этом стало известно на заседании морского совета в Донском правительстве. Его провел министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Лайнер пришвартует к новому плавучему причалу, который установили после дноуглубительных работ. А первый теплоход «Валдай-45Р» прибудет в регион в середине сентября. Второе судно ожидают в конце октября этого года. От Ростова до Романовска изучены все возможные причальные сооружения. Существующие гидротехнические сооружения, причалы муниципальных образований и места, локации возможных туристических мер. Мы также прошли, посмотрели. По словам Германа Лопаткина, в Ростове-на-Дону основная точка для остановки судов, идущих как вверх по Дону, так и к устью реки – это причал номер 27, который будут эксплуатировать. Также на заседании морского совета затронули тему водной навигации. Например, после ввода в эксплуатацию Багаевского гидроузла в Донском регионе могут запустить 9-месячную навигацию. Новые поступления федеральных средств и другие изменения в областной казне обсуждались сегодня на заседании Комитета по бюджету регионального законодательного собрания. Внесенные поправки в сравнении с первоначальным декабрьским финансовым документом позволили увеличить расходную часть. Поправки очень значительные. Доходы мы увеличиваем больше, чем на 5 миллиардов. Расходы более 13 миллиардов. Основная часть средств будет направлена на строительство и ремонт учреждений здравоохранения, образование и других социально значимых объектов. 931 миллион направят на замену учебников в школах. Все обязательства, которые бюджет принимал на 2023 год, они исполняются и будут полностью исполняться. Основной источник доходной части поступлений из федерального бюджета. Значительная часть средств в этом году направлена на социальную поддержку и медицинское обслуживание военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также на возмещение средств для поддержки граждан, прибывших из Донбасса. Реализацию нацпроекта «Производительность труда» обсудили депутаты Законодательного собрания региона и представители предприятий-участников. Проект помогает компаниям внедрять бережливое производство, экономить ресурсы, совершенствовать различные механизмы. О чем говорили парламентарии и производственники, расскажет Яна Панферова. Снизить объем незавершенного производства, увеличить выработку, усовершенствовать логистику и сбыт продукции. Национальный проект «Производительность труда» активно реализуется на заводах и фабриках Ростовской области. Он структурирует лучшие практики и позволяет предприятиям внедрять их для улучшения показателей и увеличения доходов. Как работает нацпроект, проинспектировали депутаты областного ЗАГС собрания. Нацпроект «Повышение производительности труда» он, наверное, самый полезный для экономики с точки зрения затрат и тех эффектов, которые мы получаем. И за счет этого мы снижаем себестоимость нашей продукции, мы снижаем потери времени, людям легче и проще работать. Завод по производству пищевой упаковки «Атлантис Пак» тоже присоединился к нацпроекту. И казалось, что можно улучшить в компании высокого уровня. Здесь скорость производства упаковки составляет 500 метров в минуту. Но эксперты проекта нашли то, что требует совершенствования. Мы работаем 30 лет, достигли определенного уровня. Здесь мы проработали несколько месяцев и на участке, который загружен на 100%, мы добавили еще 5-5%. Это первый выигрыш. Второй выигрыш – это использование тех стандартов и наработок, которые уже были сделаны до нас. Подчеркнем, что в Ростовской области в национальном проекте «Производительность труда» принимает участие 185 предприятий с общей выручкой в 800 миллиардов рублей. Яна Панферова, Сергей Алфеев, Дон-24, Оксайский район. Молодежный экспертный совет продолжает свою работу в Донском регионе. В его состав входят молодежные министры, которые дублируют отраслевые должности правительства Ростовской области. Такая работа позволяет установить связь между подрастающим поколением и органами власти, отметили на заседании. А также обсудили итоги реализованных проектов. Кроме того, утвердили в ряды молодежного правительства еще троих кандидатов. Я недавно стала молодежным министром. Я пришла сюда со своим проектом для того, чтобы его реализовать и также заняться другими вопросами, также решить их. Сегодня государство оказывает огромнейшую поддержку нашей молодежи, нашим проектам. Те идеи, которые молодежь может высказывать в рамках экспертных советов, в рамках публичных высказываний, в рамках диалогов на равных, с депутатами, с представителями исполнительной власти, они реализуются в своем большинстве. Молодые управленцы рассказали о своих идеях заместителю губернатора Артему Хохлову. Мы больше, наверное, все-таки послушали идеи ребят, подвели некий итог работы и наметили дальнейшие пути взаимодействия. Ребятам очень интересна работа в интернете, СММ, то есть медиа-работа. И наша задача тоже ребят научить. И мы вот наметили, что мы будем их обучать. Расскажем, как правильно это делать и пройдем такие некоторые образовательные программы для них. Накануне экспертный совет организовал конкурс среди молодежных администраций. Победителями стали 10 муниципалитетов, в том числе Новочеркасск и Новошахтинск. В эти две территории уже выехал десант экспертов, чтобы поделиться опытом и рассказать об обязанностях и специфике работы. Что такое победа и каково это? Поднять знамя родного государства над главным штабом поверженного врага. Возможность пережить такие эмоции хотя бы в виртуальной реальности дали донским студентам во время акции «Экзамен без стресса». Основная идея в том, чтобы помочь снять напряжение перед сдачей учебных испытаний. Для будущих архитекторов Ростовского-на-Дону строительного колледжа провели викторину на знания важных войн в истории России. Самые эрудированные получили возможность надеть очки виртуальной реальности и оказаться в стенах разрушенного рейхстага. Они очень хорошо погрузили в эту атмосферу и дали возможность прочувствовать, что это такое, когда ты смотришь, вокруг тебя разруха, всякие выстрелы. Если бы это происходило в реальной жизни, я бы, конечно, испугалась. Но у меня остается сознание того, что это виртуальная реальность, поэтому это больше интересно, чем страшно. Студентам провели и экскурсию по экспозиции «Русский Азов». Молодые люди узнали о том, как здесь зарождалось казачество. Выставка направлена на то, чтобы напомнить всему миру о том, что Азов – это в первую очередь древний город России со славной историей. 1 июля в Ростовской области пройдут мероприятия в честь Дня молодежи. В южной столице главной площадкой станет парк «Левобережный». Жители города и гости увидят творческие номера, послушают познавательные лекции, поучаствуют в диалогах с экспертами, побывают на интерактивных площадках с мастер-классами, конкурсами и розыгрышами призов. Мероприятие продлится с 13 до 22 часов. В шахты праздник состоится в Александровском парке. С 16 часов гости смогут принять участие в работе интерактивных площадок, а в 19.00 для жителей выступят кавер-группы. В Таганроге мероприятие продлится с 10 до 21 часа в парке культуры и отдыха имени Горького. В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» гости увидят соревнования на скейтбордах и самокатах, по акробатике, чирлидингу и боевым искусствам. Более двух тысяч произведений искусства в одном помещении. В южной столице открылась уже 13-я выставка «Юг России». Ростов принимает гостей уже третий раз. В этом году экспозиция посвящена 270-летию со дня рождения атамана Матвея Платова. Виктор Леонтьев познакомился с работами. Классическая музыка, живопись и скульптуры – сочетание, которое порадует любого ценителя прекрасного. Это выставка для Союза номерная, 13-я. Они проходят раз в пять лет. Таких выставок, как этих межрегиональных, по России на сегодняшний день пройдет 9. По итогам лучшие работы представят «Юг страны» на Всероссийской выставке. Она пройдет в начале 2024 года в Третьяковской галерее. Которая как раз и покажет, во-первых, разнообразие российских, русских земель. Что не регион, то свое лицо, то своя особость. И вот это многоцветие создает полифонию нашей отечественной культуры. На экспозиции представлены работы художников из 21 региона страны Южного и Северокавказского федерального округов. Также в этом году участие приняли и авторы из новых субъектов России. Выставка приурочена к знаменательной дате. Это 270-летие со дня рождения нашего прославленного вихря атамана Платова, который построил город Новочеркас, герой войны 1812 года. Самый выдающийся наш донской казак и атаман. Прийти и посмотреть на живопись может любой желающий до 13 июля. Тем более, что вход бесплатный. Виктор Леонтьев, Елена Сарксян, Роман Беркалиф, Дон-24, Ростов-на-Дону. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире прогноз погоды от моей виртуальной коллеги Аксиньи Донцовой. Больше новостей на сайте don24.ru и в наших социальных сетях. В студии был Александр Кучец. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok облачность. Воздух здесь прогреется до 23 градусов днем, ночью плюс 16.